Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. 20 жертв с начала года ГИБДД рассказывает об итогах работы и причинах ДТП на дорогах. 35 миллионов неизвестно куда. Руководство регионального оператора «Лидер» подозревают в присвоении средств. Налаженная схема незаконной ловли из быта ценной рыбы в Дагестане. С двух браконьеров хотят взыскать 53 миллиона рублей. За первые 19 дней наступившего года на дорогах республики уже погибли 20 человек. Почти половина аварий происходит из-за столкновений автотранспорта при выезде на встречную полосу. Садятся за руль и водители в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее об итогах деятельности госавтоинспекции, а также о причинах ДТП в материале моих коллег. Статистика показывает, что число ДТП снижается. Количество аварий в прошлом году уменьшилось почти на 10%. Тем не менее, отмечают сотрудники ГИБДД, уровень аварийности на дорогах по-прежнему крайне высок. Опасения вызывает категория несовершеннолетних водителей, которые ведут себя на дорогах крайне агрессивно. Случай в Кизлярском районе, когда трое несовершеннолетних на машине решили прокатиться с такой скоростью, что улетели в Кювет и трое погибли на месте. Ребятам было 15, 16, 17 лет. Житель Кизилютовского района взял двух попутчиков, это вообще, на мой взгляд, страшная авария, страшная трагедия сразу для трех семей. Когда человек взял попутчиков по пути, сам остался жив, а двое ребят погибло в его машине от его агрессивного вождения. Почти половина ДТП происходит из-за столкновения транспортных средств. Из них около 20% по вине водителей. Часто участниками аварии становятся и пешеходы. Наезды на пешеходов. 25% ДТП это с участием пешеходов. Просто катастрофическая ситуация с аварийностью. 20 человек уже погибло на дорогах республики на сегодняшний день. 20. В этом году контроль за пристегнутыми ремнями безопасности будет ужесточен. Коснется это как водителей, так и пассажиров. Кроме того, не останутся без внимания злостные неплательщики штрафов, попавшие в поле зрения ГИБДД. В Дагестане обнаружена подпольная нарколаборатория. Полицейские обнаружили в Кумтаркалинском районе цех по выращиванию конопли. Выяснилось, что 57-летний житель села Каркмаскала выращивает марихуану. В ходе обыска в его доме стражи порядка нашли помещение, в котором находились мини-лаборатория по культивации наркотической травы. Подозреваемый к делу подошел основательно. Для выращиваемого зелья он в прямом смысле создал тепличные условия. Комната была оборудована специальным светодиодными лампами, вентилятором, таймером включения электричества. На данный момент фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. В этот же день сотрудники полиции обнаружили около 90 грамм марихуаны в доме 45-летнего жителя Каркмаскалы. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Директор регионального оператора по сбору и вывозу мусора «Лидер» заподозрен в присвоении более 35 миллионов рублей. Об этом сообщает АИФ Дагестан. Как следует из рапорта, мужчина в 2019 году завладел деньгами в крупном размере, полученными от юридических и физических лиц за транспортировку отходов. Напомним, что компания накануне прекратила вывоз мусора. Причина – несогласование нового тарифа. В ближайшее время Минприроды Республики проведет конкурс на определение нового регионального оператора по обращению с ТКО. В Дагестане похитили 9 миллионов рублей во время ремонта больницы. Махинации, по данным Следкома Республики, происходили в ЦРБ Шамильского района. В хищении подозревают гендиректора строительной компании и бывшего главного врача медучреждения. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы подозреваемые вносили ложные данные в официальные документы, а также завышали объемы выполненных работ. Отмечается, что в ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету районной больницы. Морские волки. В незаконной ловле рыбы обвиняются двое жителей Каспийска. По данным следствия, они в декабре 2019 года вышли в море и добыли более тонны белуги и осетра. Когда злоумышленники приплыли к берегу, другой участник преступной группы организовал дальнейшую транспортировку незаконного улова. Уголовное дело в отношении двоих обвиняемых направлено в Кизлярский районный суд. Другие члены организованной группы в настоящее время объявлены в розыск. Помимо этого, прокуратурой Каспийска предъявлен иск о взыскании с обвиняемых в пользу причиненного государству ущерба в размере свыше 53 миллионов рублей. 55 тонн зараженных фисташек не пропустили в Дагестан. Об этом сообщает Россельхознадзор республики. Продукция из Ирана была задержана по причине того, что в них был выявлен карантинный объект и сорняки. В отношении владельца груза предусмотрена административная ответственность, будет наложен штраф и составлен протокол. Некоторым россиянам в этом году повысят пенсию до 30 тысяч рублей. Выплаты от государства выросли после ежегодной индексации. Пенсионеры, получавшие до 2019 года по 25 тысяч рублей, смогут получать более 30 тысяч рублей. Кроме того, высокие пенсии получают выдающиеся люди, академики, народные артисты. Если говорить о более массовых профессиях, то это военные, ученые, сотрудники правоохранительных органов и судов. Основной фактор получения повышенной пенсии – так называемая белая зарплата. Чем больше она и чем дольше человек работает, тем выше пенсионные выплаты. В Дагестан поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции. На этот раз поставили 3100 доз и общий их объем в регионе составил 8142 дозы. Для иммунизации населения от COVID-19 организовано 27 прививочных пунктов на базе республиканских и городских поликлиник. Вакцинация предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет. Адреса и часы работы кабинетов можно узнать на сайте Минздрава республики. Медики, участвовавшие в борьбе с коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом заявили в Совфеде. Один месяц работы с коронавирусными пациентами считается за три. Поэтому срок выхода на пенсию будет пересчитан. Кроме того, медикам, работавшим в красной зоне, теперь полагается льгота на покупку машины, стоимость которой не превышает полутора миллиона рублей. Также врачи получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. И о новостях спорта. Борец-классик Анвар Алахьяров вышел в финал чемпионата России, проходящего в Ростове-на-Дону. Уроженец Дагестана, выступающий в весе до 60 килограммов, представляет Московскую область. В полуфинале Алахьяров сломил сопротивление чемпиона мира из Краснодарского края Степана Марьяняна. В схватке за золото победителю юниорского первенства мира предстоит встреча с Сергеем Емелиным. В финальной встрече второго дня соревнования пройдут сегодня ночью. В селе Чинар Дербенского района прошла масштабная утренняя зарядка. В ней приняли участие представители власти, именитые спортсмены, общественники и религиозные деятели. Они обратились к молодежи с призывом укреплять единство и сплоченность. Самая главная цель наша это объединение нашей молодежи, чтобы братские отношения укрепились. Желаю, чтобы все вы были здоровыми, здравыми ребятами, чтобы вы жили правильной жизнью, чтобы вы сторонились пагубных явлений, наркотические вещества, чтобы никогда не употребляли их, чтобы вы были грамотными, образованными и духовно крепкими и сильными. После зарядки состоялся товарищеский матч по футболу. По его окончанию в местном спортзале чемпион мира подзюдо Магомед Магомедов показал ребятам мастер-класс. По словам организаторов, подобные спортивные акции прошли в Ахтынском, Хивском и других районах республики. Мероприятие по популяризации здорового образа жизни планируют провести во всех районах Южного Дагестана. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания.